Всем привет! В общем, сегодня я вам хотел бы рассказать ни о чем. Поменялась прическа и лицо поменялось. Бороды нету теперь, да? Нету же у меня теперь бороды? Да, у меня красивая. Все, красивая борода. Жусь на солнечном побережье, уже далеко от Ханты-Мансийской, и я очень доволен и вообще очень рад, что теперь у меня есть возможность путешествовать. Хотел быть бьюти-блогером, ну нет, конечно, даже не бьюти, а блогером-путешественником. Мне всегда очень хотелось много-много ездить по странам, видеть разных людей, хотел наблюдать за солнцем. Вот, мне всегда хотелось видеть разные национальности, смотреть, как люди одеваются по-другому, посмотреть темперамент, окружение. Мне хотелось посетить не скреба Ротшинфельдов, в общем, много чего хотелось съездить в Японию, покорить большие горы Якутсу, да, по-моему, так называется. В Китае, конечно же, хочется быть в первую очередь на Бали, я вот уже сегодня на Бали, очень доволен, теперь вот думаю, что все-таки крутое, конечно, путешествие. Здесь даже есть часы, которые находятся прямо на палке. Облака, очень хорошие облака, светлые, дождя тоже точно не будет, и, судя по всему, штиль. Здесь вот посередке идет атмосфера, то есть такое деление. Здесь сшитая часть земли, ну, так как у меня кругозор это не очень большой, глаза никакого хамелеона не видят, 360 градусов вообще не видят никак, и не вращаются они в разные стороны, хотя я могу делать безумный вид, безумный взгляд, это очень легко получается. Тем не менее, здесь что-то сшито, и поэтому вот такое несовпадение идет. Находится несколько студийных оборудований, они позволяют создать свет более приятным, динамичным, если его не хватает. И вообще, я считаю, что за окном не должно быть зимы, там зима все еще. Блин, какой из меня путешественник? Жить в России, вот мое призвание. Моя мечта жить там, где я буду полезен. А еще очень круто жить, когда у тебя вид. А еще очень здорово жить на объездной дороге. Вот, смотреть из окна, ну, все. Бывает так, что вот, когда на утром встаешь, хочешь посмотреть в окошко, а его по середке нет. Такие штуки. Очень классные. Я их оставил когда-то, непонятно зачем. В них два отверстия. Я вижу вас, я вижу вас. Вот. В этих двух отверстиях с одной и с другой стороны можно говорить разными голосами. Вот, это хорошее значение на моем острове. Последний время удалось переведен в этот прокосы. Но это после них не растут, я покупаю в магазине картошку. Я зачем-то это оставил, чтобы слушать туалетные звуки. В общем, я ее планирую использовать как свет источник. То есть, она позволяет преломлять свет. Если сюда чем-то вспыхнуть, то он не разойдется в разную сторону, тем самым, ну, отсечет и сделает только длинный луч. Очень. Но я почему-то так и все это дело не использовал. Хотя у меня на студийном свете есть кольцо вспышки, но оно гораздо шире трубы. Кстати, вот это прикольная тема. Прямо по центру. Видите, это диодный свет. Маленькие лампочки, но свет достаточно ярко. По-моему, они всего 2 вата. Не знаю, если вы знаете, как применить эти трубки, подскажите, то они у меня лежат очень давно. Это еще одна трубка. Все-таки, похоже, сегодня будет шторм. Я слышал передали, что будет сегодня вьюга. Короче, на острове у нас сегодня будет ливень. Сказали, одеться потеплее и чтобы влага не попала. Вот я что нашел, то одел. Внимание, внимание! Судей ожидается шторм. И, в общем-то, берегитесь. Вас может смыть. Не подходите близко к берегу. И в тот момент я говорю, что? Что этот человек говорит? Какой шторм на острове-то? Это какой-то бред, это фантазия. Нет, меня затопило. Похоже, меня действительно затопило. Я чувствую, что на берег высаживаются какие-то люди. Боже, это не люди. Если это не люди, то кто? Нет. Только не этот. Слышите? Это похожие инопланетяне. Прощай, Костокейк. Прощай. Родина тебя не забудет. Что за Россия? Короче, я все гоню. Это такой плащ. Я его на одной из съемок один раз использовал. А покупал я его исключительно для велопрогулок. Я его так не использовал. Паааа! Редактор субтитров村 Корректор А.Егорова Курас Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok